Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фиберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Целый пакет пустышек набрался еще за праздники. Уже после праздников давайте по порядку. Так, что хочу показать первое. Это вот такая вот масочка. Я ее даже тканевой не назову. Она коллагеновая. Коллаген О2. Коллагеновая масочка. Экспресс-преображение за 20 минут. Гидрогелевая. Она окутана, опутана в два слоя ткани бумаги. То есть, потому что Фиберлик любит так заморочиться, в описании к товару не написать, как правильно применять эту маску. Поэтому мы ее с вами достаем. Один слой вот этой вот белой бумаги убираем. Наносим на лицо, разглаживаем. И второй слой вот этой сверху белой бумаги снимаем. То есть, на лице у нас должен остаться с вами только белый гидрогель. Артикул маски 1384. Очень годный продукт. Я вижу преображение кожи. Я вижу полугость, сияние, тонус, разглаживание. Мне нравится действительно эффект от этой маски. Поэтому я ее повторяю. В заказах вы уже это видели. Очень рекомендую. Прям вот классная. Классная. Понравилась. Супер-пупер. Так, дальше. Из серии Дом. Что у нас тут с вами интересного? Назиночки некоторые закончились. Гель-ультраконцентрат для мытья посуды. Вот такой вот. Это у нас с вами лимон и мята, наверное. Лимон и мята. Артикул 363. До трех раз гуще, эффективнее. Это уже обновленная формула. Ноль плюс. Что очень-очень радует. Особенно мамочку, у которых маленькие дети. Не надо отдельно для сосок, бутылочек, игрушек покупать средства. Вот одно поставил и мой все, что хочешь. Руки. У меня Крис любит мыть руки. Сейчас с новым средством расскажу. Оно уже закончилось тоже. Все, что угодно. И ты уверен, что безопасно. Поэтому круто на самом деле. Хорошо пенится, отмывает до скрипа. Мне вот как-то показалось, что не то, что они прям стали после обновления гуще. Но отмывать стали до скрипа все. Если раньше вот сода эффект как-то до скрипа, с углем до скрипа, но безумно сушил руки. То сейчас все. Все отлично. Средство для ванны. Оно у меня всегда без крышечки. Потому что крышку я выкидываю сразу и накручиваю распалитель. Тоже купленный, приобретенный Фаберлик. Артикул 302.21. Очень сильное, мощное средство с эффектом белизны. На чугунных ваннах окрашенных. На акриловых я держала сколько хотела. У меня не повреждало покрытие. На чугунных ваннах окрашенных повреждает. Больше пяти минут нельзя держать. Повреждает. Ванна будет становиться шероховатой, но отмывает все на урам. Я распшикиваю, прохожусь перчаткой. Я вам уже рассказывала, как я делаю оранжевая перчатка. Наша Фаберлик силиконовая. Надеваю на руку. Прохожусь вот так по ванной. Потому что если просто распшикать, все равно где-то будут подтеки. И где-то получается поверхность ванны не обработана. Это потом видно, когда смываешь. Поэтому я для себя выбрала именно такой способ. Прохожусь везде как следует перчаткой. Буквально через три минуты иду смываю. Еще раз прохожусь перчаткой. Ванна идеально чистая. Хотя у меня ванна старая, чугунная. И там есть уже шероховатые места. Их очень много. К ним очень быстро прилипает грязь. С них очень тяжело. Потом ее убирать. Налет, грязь и так далее. Это средство справляется. Меня устраивает во всем. Поэтому даже не собираюсь никакие варианты другие рассматривать. Так, девочки мои хорошие. Кондиционер 386. Один из любимейших кондиционеров ультра. Сенситив торт. Ой! Какао. Поймала. Сенситив 0+. Пудровая нежность. Тут нарисован такой цветочек хлопкой. Действительно нежность пудровая. Он очень такой приятный, деликатный. Нежненький, вкусненький. Аромат такой чистоты, младенчества. Не знаю, у меня почему-то такие ассоциации. Очень круто смягчает белье. Вот прям на ура. Прям супер-пупер. Несмотря на то, что они практически как вода жидкие. Работают просто на ура. Поэтому тоже не собираюсь ни на что менять. У кого есть детки, тоже все безопасно. Все круто. Все подходит для септиков. Вся бы давай химия фиберлик. Ее и химией не назовешь. 0+. Я на этом акцент не делаю. Обычно вот тут рисую рассказать. Новинка у меня закончилась. Очень быстро, кстати, закончилась. Но относительно. В артикуле 319. Но я и взяла ее как бы два каталога назад. Всем она доступна сейчас. А нам по драйву его вот это средство давали гораздо раньше. Средства для мытья посуды тоже 0+. Комват и питая гель-концентрат с дозатором. Ура, ура. Многие очень ждали средства для мытья посуды с дозатором. Дождались. Радуйтесь. Все супер. Все отлично. Запах классный. Но единственное, что заметила, запах может оставаться. То есть, если на посуде он выветривается практически. Вот сразу помыл. Если сразу и тарелку к носу поднес. Ты чувствуешь аромат этого средства на посуде. Но через минуту уже нет. Все. То есть, потом я раскладываю посуду и уже аромата не чувствую. Выветривается. То есть, вот если моете фрукт и сразу кушать вот этим средством, то может быть аромат. Имейте это в виду. Вот такой момент здесь присутствует действительно. Кончился быстро у меня. Почему? Потому что Крис почему-то решила для себя, что это у нее второе мыло для рук. Раз есть дозатор, значит это мыло для рук. Потому что средства для мытья посуды у нас всегда в специальной баночке. Как бы с крышечкой вот этой с дозатором. И она решила, что нет, это ее второе мыло для рук. И поэтому использовала именно так. Ничего в этом страшного не вижу. Но и плюс, безопасно, все составы классные, супер. Аромат очень приятный, но не ярко выражен. Но чувствуется. Вот так вот могу описать. Отмывает все до скрипа. Ничего плохого по этому поводу сказать не могу. Поэтому берите, пробуйте. Дозатор есть. Потом сюда можно переливать обычные средства. В конце концов. Если вдруг чем-то вам не понравится. Но я не могу сказать, что чем-то уступает. Это единственный только момент, что первую минуту от посуды я чувствую отдохну. Порошок. Вот у нас как раз с вами стиральный порошок, концентрат пятновыводитель универсальный. То есть для белых тканей, но можно и для цветных, для всего чего хочешь. Артикул 311. Он немножко помощнее порошка для цветных тканей. И получается так, что он получше универсального порошка нашего обычного фаберрик. Чем получше? Отстирывает он тоже на ура. Никакой разницы не увидела. То есть все отлично. Ничем не хуже, чем наш универсальный обычный порошок горной свежести Альфийские луга. Но после него белье мягче. После него белье мягче. Если после нашего обычного порошка оно как бы обычное, не смягченное. Там ничего такого нет. То здесь, видимо, какие-то добавки, которые еще и смягчают белье. Здесь про это, кстати, по-моему, где-то написано. Аромат ощущается из пачки достаточно сильно, громко. На мокром белье еле ощутим, но сухом он уже не чувствуется. Поэтому, кто не любит аромат порошка на белье, не волнуйтесь. На сухом белье аромат отсутствует. Так что получается, что лучше. Смягчает. Смягчает очень хорошо, смягчает ткань. Поэтому, да, какие буду брать, не знаю. Я подсела плотно на листовой порошок. Мне он удобнее, чем вот эти вот пачки пересыпать в контейнер. Он тоже занимает место. Хочу от него избавиться. А коробочки с листовым порошком лежат так аккуратненько. Все классно. Так, закончился еще у меня вот такой парфюм для стирки. 308-45. Сейчас взяла зеленый. Чередую. Вот сиреневый не возникает желания повторить. А зеленый, желтенький мне нравится больше всего. Особенно желтый. Такие тут гранулки. Очень яркий аромат. И он действительно, я не знаю, как разрабатывать такие средства, раскрывается именно во время движения. Я стираю исключительно. Дороговато выходит просто брать. Я беру всегда по ВИП-программе. Но даже по ВИП-программе недешево. Я стираю исключительно полотенце и постельное белье. И вот когда ложишься на постельное белье, до следующей стирки, стабильно. Но в следующий раз я опять стираюсь парфюмом. При движении можно ощущать аромат этого парфюма. Просто так как бы заходишь в комнату, ты его запах не ощущаешь. И когда подойдешь, понюхаешь, не ощущаешь. А когда ложишься и двигаешься, запах ощущается. Поэтому работает. Артикул сказал вам? 308-45. Сухой шампунь. У меня закончился обычный, по-моему, не для темных волос. Артикул 2702. Такие маленькие баночки. Имеет место быть, когда хочется придать прикорневой объем. Вот я с этой целью использую. Но и чистоту на сутки тоже продлевают волос. То есть жирность убирают. Сухие шампуни, они все по одному принципу работают. Сухой шампунь Фаберлик считаю средним. Но, простите, он и стоит. Средний. Довольно-таки бюджетно по сравнению с другими, которые покруче. Они в 2-3 раза дороже. Поэтому беру. Беру периодически. Периодически он у меня заканчивается. Не на постоянной основе пользуюсь. Но иногда. Тем более сейчас постоянно шапку оденешь, домой приходишь. И у тебя вот так вот все прилизно. Я так не люблю это дело. Поэтому иногда использую. Так, целых 3 спрея Dream Therapy. Это любимые Ксюшкины спреи, которые она распыляет перед сном. Ей очень нравится. Ради бога, пусть ребенок распыляет. 25,59 артикул. И здесь у нас с вами мелатонин, если я не ошибаюсь. Мелатонин. Расслабляющий миск для сна. Да, это вся серия с ним. Он действительно расслабляет. Он действительно так работает. Он действительно работает. Организм расслабляется. Подготавливается ко сну. Сон что-либо более крепкий. Не знаю. Спрей. У него очень яркая душка. Прямо она яркая-яркая. Далеко не каждому нравится. Поэтому пробуйте. Она прям очень сильно яркая. Три раза пшитнейшая. Прямо на всю комнату. Сильно-сильно аромат. Кто-то, знаю, на подушку любит себе перед сном распылять. У меня Ксюша прямо так вокруг себя облаком распыляет. Так еще одна масочка коллаген. Даже сыворотка потекла. Очень, кстати, много сыворотки. Так, теперь маска-шапочка восстанавливающая. Соломки. На нее есть подробный ролик в Дзене. Прямо наиподробнейший. Как делать и что. Артикул 7207. Могу сказать, что понравилось. Действительно круто ламинирует волосы. И вроде как без особого утяжеления. То есть, как обычно, мыла волосы через день. Не могу сказать, что они как-то сильно утяжелились. Но это одноразовый эффект. Это, конечно, одноразовый эффект. Но, может быть, после следующей помывки волос он еще чуть-чуть сохраняется. А так, чтобы волосы были в таком состоянии, как после этой шапочки, нужно делать ее постоянно. Получается, это не очень бюджетно. Проще найти какую-нибудь себе хорошую несмодушку или маску. Но, в целом, мне понравилось. Мне понравилось. У меня еще одна лежит. Я Ксюхе сделаю. У нее сильно путаются волосы. Я думаю, там вообще зайдет. Так, кетчуп. Один. Да, один. У нас они пропали на центральном складе. Поэтому, кто смеялся в прошлом обзоре, что я взяла четыре штуки, потому что знаю, что вы сейчас все разберете. Вы все разобрали. Нет у нас кетчупа на центральном складе. К сожалению, кто-то говорил, что это лимитка. Я надеюсь, что еще появится. Так, его артикул 158-72. На других каких-то складах спушила. Девочки писали, есть. Очень вкусный кетчуп. У меня его любит вся семья. Не могу его сравнить ни с одним кетчупом из масс-маркета. Поэтому очень хочу, чтобы он появился, чтобы взять еще. Из помидоров черри, без сахара с акзамом. Очень вкусный, сладенький. Прям вообще огонь. Так, по белям для душа пробежимся. Это детская серия. Пена, которая меняет цвет. Вот такая вот с ящерицей, как раз тематически. 28-82 артикул. Действительно, пена меняет цвет. Она изначально такая... Я ее водой тут уже разбавляла. Я забываю все время. Изначально она зеленая, да, такая зеленоватая. А когда соприкасается с водой, становится синей, ярко. Причем синяя вода, ярко-синяя. Пена белая обычная. Вода становится ярко-синяя. Классная штука. Кожу моим детям не сушит. 3+. И Крис с этой пеной моется. Все отлично. Также она моется с вот этим гелем для душа. 3+. Тоже все замечательно. Артикул 2968. Ксюшка использует как гель для душа. А Крис как пена для ванны. Потому что она практически каждый день там зависает. Баблгам. Действительно, баблгам. Очень густой гель для душа. И как пена для ванны. Работает изумительно. Нужно совсем чуть-чуть. Прям чуточку. Так. Так вот, мое молочко закончилось тоже из серии Дрим Терпи. Я очень люблю с ним вечером принимать душ. Действительно, тоже вот расслабляет. Обволакивает, окутывает. И кожа после него такая увлажненная. Это действительно молочко. Ну, вот такое нелегенькое, плотное молочко. Которое можно просто намылить на тело. Можно использовать вместе с мочалкой. Пенится тоже изумительно. Артикул 26.14. Вот прям очень нравится на вечернее принятие душа. Рекомендую. Прямо вот какое-то блаженство. Не знаю, что ли. Так, дальше. Закончился у меня вот такой вот один диффузор. Daisy Water. Я забыла, как это переводится. К сожалению, по-русски не написано. И аромат уже не чувствую. Давно стоит пустая баночка. Я сюда последнее время переливала духи, которыми я не пользуюсь. То есть я знаю, что они у меня стоят давно. И я не буду ими пользоваться. Я их вскрывала и переливала в диффузоры. Вот в эти. И расставляла куда только можно. На балкон даже, но везде-везде. Нормально. Духи, конечно, кончаются быстрее, нежели раствор специальный для диффузора. Но, тем не менее, помещение ароматизирует. Вообще, эти диффузоры классные. Очень классные. Мне нравится. И мне нравится то, что они такие вот стильные. Они действительно стильные. Смотрятся в интерьере красиво. Хватает их на месяц на два с половиной, на три с половиной. Точно, смотря сколько палочек вставить. Так, ополаскиватель. Что у меня тут от маски, что ли? Сыворотка ливанулась. Все какое-то мокрое. Ополаскиватель для полости рта. Артикул 1637. Все течет. Сыворотка ливанула. Так, очень хороший этот ополаскиватель. Именно на сезон и простуд, когда начинает только болеть горло, чувствуете какое-то недомогание, получите рот. Здесь удобный мерный стаканчик, крышечка-стаканчик. Здесь есть даже деление. Очень удобно дозировать, полоскать. Все отлично, все замечательно. И действительно проверено уже неоднократно, что при первых симптомах, если использовать, то не заболеешь, либо в легкой форме какой-то. Он такой сильно мятный, чтобы вы знали. Прям сильно-сильно. Поэтому кому не нравится, не зайдет. Паста вот такая вот. Не зашла, видите, долго, как использовала. 200-0-0-1. Двойной кальций зубная паста. Очень бюджетная паста из вот этой линейки, где шампуни у нас с вами, с алоэ, с крапивой и так далее. Обычная, в принципе, паста. Я не могу сказать, что она вызвала повышенную чувствительность зубов. У меня просто к ней рука не тянулась. Не тянулась к ней рука. У меня в основном ее чистил. Муж как-то вот дочистил ее. И ладно, повторять не буду точно. Так, смотрите, молочко Беройл. Недавняя новиночка. Молочко Беройл. Артикул вам не скажу, потому что его на флаконе нам не напечатали. Это пластик. Вот такой вот. И доиспользовала. Заканчивается оно очень быстро. У него действительно, как девчонки предполагали, вот дозатор. В комментариях очень-очень большой расход. Почему? Потому что, ну, это молочко, понятно, оно совсем-совсем не пенится, ни грамма. И если вы еще будете вместе с ним смывать макияж, то расход вообще увеличится в разы, тем более. Я смывала и макияж. Я и то в последнее время его использовала только вечером. Я снимала с ним макияж и смывала лицо. Хорошо смывает, кстати. Даже стойкий. В этом плане все отлично, все нормально. Но расход огромный. То есть при использовании утро-вечер, я думаю, недели на две это максимум. Это прям вот максимум. Так как у меня на утро было другое средство, утром я его не использовала, то вот большой расход, действительно большой, а стоит мне бюджетно. Но средство классное. Но не могу сказать, допустим, что это молочко, оно лучше, чем жемчужный крем ICO. Он вообще мне понравился очень сильно. Лучше, чем пенка ICO, реноваж, глобалоксиджен. Не могу сказать. Поэтому вот у меня к этому средству рука второй раз не потянется. Иммунити. Закончился чай. Вместе с бронхо употребляем тоже при первых признаках заболевания. И не только при первых. 157-70 артикул. Здесь потрясающий состав. Ихинацей, чабрет, земляника, ромашка, шалфей, календула, с дверобой, ванчай, березовые почки. Я завариваю один пакетик иммунити и один пакетик бронхо-детям. Либо два пакетика бронхо, один пакетик иммунити. Очень рабочая лошадка. Очень достойная, очень классная. С вот этими сборными, выздоровлением. Сейчас опять сезон гриба. 588-й раз повторный. Говорят, что хуже, чем до Нового года. С вот этими сборами проходит выздоровление гораздо быстрее. Так, ночные прокладки, любимые мои. Замечательные, огромные, великолепные, которые вообще не протекают. Защита полнейшая. Крылышки сзади. Артикул 112-95. Здесь 7 штук. Они великолепные. Я не могу ни с одними сравнить. Я и сравнивать даже не хочу. Зачем? Стоят копейки. Везде подорожали. А наши стоили, так и остались. Там на 10-20 рублей еще 2 года назад подорожали. И все. Ценовая политика просто потрясающая. Фаберлик, я хочу сказать. Как было, все так и есть. Фактически. Большие, охромные. Сзади есть крылышки. То есть на трусики там танго, стринка не подойдут. Ночные большие трусы нужны обязательно. Потому что сзади они такие широкие, длинные. Прям все как положено. Супер. Ничего не могу сказать. Понимаю, вообще супер огонь. Пенка, реноваж. Крем-пенка для деликатного умывания. Знаете, понравилось. Очень понравилось. Вообще реноваж достаточно годная линейка. Могу ее посоветовать 35+, даже 30+, в зависимости от состояния кожи. Потому что сейчас можно увидеть в 25 девушек такой кожи, что нужно и реноваж. 0,791 артикул. Пенка классная. Пенка суперская. Хватает надолго. Дозатор не сломался. Все отлично. Кожа увлажненная. Не могу сказать, что она прям какая-то там сильно увлажненная. Напитанная нет. Но сухости никакой после этой пенки нет. И в том числе можно, конечно, и макияж есть мыть. Справляется с этим тоже очень неплохо. Линейка аромио масла чайного дерева. Артикул 1344. Беру его. Одно закончилось. Еще одно в запасе. Исключительно на применение после маникюра. Делаю аппаратный себе маникюр. Либо обрезной. И потом прохожусь. Открываю, капаю на пальчик. Вот так по ноготочкам, по кутикуле этим маслом. Единоразово. Только исключительно после процедуры маникюра. Потому что часто им тоже особенно нельзя. Оно немножечко подсушивает. Имеет свойство быть. Я знаю, что можно применять масло чайного дерева. При каких-то кожных заболеваниях. То есть если у вас есть высыпание. Также на пальчик можно. И на ночь там. Очень хорошо работает. Подсушивает. Поэтому после маникюра оно и обеззараживает. Еще очень замечательно. После маникюра процедуры я вот этим маслицем прохожусь. Ручки не мочу. Потом чтобы все было по вкусу. Вот так что люблю. В запасе у меня теперь всегда есть. Ну а это все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки в этот раз. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылочка для регистрации Фаберли как всегда под видео. Всех люблю. Всем пока-пока.